Доктор Утин в рубрике «Фармбезопасность» расскажет о гармоне Д. Человек хрустальный. Почему с возрастом наши кости становятся хрупкими и что делать, если ваша бабушка упала? Составляем пошаговую инструкцию с врачом-травматологом Леонидом Фарбой. Домашнее пространство для реабилитации. Помогаем пожилым родственникам после травмы вставать на ноги вместе с Аллой Аболенской. Здравствуйте! Вы смотрите «Теледоктор» – программу, в которой мы вместе с вами разбираемся в сложных вопросах, связанных с медициной. В этой студии врачи и их пациенты говорят просто о сложном и самом важном – нашем здоровье. И прямо сейчас наши первые гости – поговорим о беременности и женском здоровье во время пандемии. Лейла Адамян – главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России. Заслуженный деятель науки России, академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Лейла Владимировна. Спасибо за то, что пришли. Здравствуйте. Была очень рада к вам подъехать и рада, что мы сейчас поговорим на эту тему. Помимо пандемии есть еще термин «инфодемия» и огромное количество информации, которая нас всех охватила, и неизвестно, что оказывает на нас большее влияние. Что вы думаете по поводу всего этого огромного потока коронавирусной информации? Такое большое внимание не было оказано никакой инфекции. Почему пандемия вызывает такое множество вопросов? Потому что это очень контагиозная инфекция. Это раз. Обычная инфекция заражает один человек одного человека. Это как бы воздушная и воздушно-капельная инфекция. При коронавирусной инфекции заражает один человек четверых. Второе. Ни при одной инфекции не было такого, что человек бессимптомный заражал бы так много людей. А у нас получается, что молодые люди, дети и даже взрослые, у которых нет симптомов, они общаются, они переезжают, они перелетают. И с собой просто включают в этот огромный поток заразившихся людей, у которых в дальнейшем возникают в том числе и тяжелые осложнения. А мы знаем, что чем старше человек, тем больше у него осложнений и даже летальных исходов. Кроме того, обычно все воздушно-капельные инфекции, они начинают с верхних дыхательных путей. Собственно говоря, и коронавирусная инфекция тоже основные входные ворота, и у нас будет очень большая программа такая. Это носоглотка и дыхательные пути. А коронавирусная инфекция вызывает чрезмерную воспалительную реакцию, тотальную. И она поражает практически сразу все органы жизнеобеспечения – сердце, легкие, сосудов и так далее. Коронавирусная инфекция максимально быстро поражает гемостаз. И эти микротромбы, которые возникают в разных основных, так сказать, органах, они действительно являются причиной очень тяжелого течения. До сегодняшнего дня неизвестно, влияет ли коронавирусная инфекция на репродуктивную функцию. Мужчин, женщин – неизвестно. Хотя мы знаем, что при различных всех инфекциях, практически все инфекции, они влияют. Это и паротит, вызывая архит, это и вирус герпеса человека, ВПЧ-инфекция, корь, краснуха. Очень многие инфекции влияют на репродуктивную систему. И сейчас все озабочены, как же влияет коронавирусная инфекция на репродуктивную систему. И женщин, и мужчин. Правильно я понимаю, что вы будете следить за этим? На сегодняшний день нет каких-то достоверных доказательств о том, что коронавирусная инфекция каким-то образом влияет на репродуктивную систему? Я вам скажу по-другому, что коронавирусная инфекция не может не влиять. Но другое дело, влияют ли это те изменения в организме, которые вызывает коронавирусная инфекция, такие как системная воспалительная реакция, тромбозы, состояние легких, сердца, печени. Драматические изменения, они, конечно, могут влиять на репродуктивную систему, которая находится внутри нашей системы. Она изолирована, не существует. Поэтому, конечно, имеются рецепторы, которые влияют и реагируют на коронавирусную инфекцию во всех органах и системах. Но что касается репродуктивной системы женщин и мужчин, это влияние опосредованное. Понимаете? Как бы сейчас ни пытались, очень многие, они започены, что коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, на оогенез, на простату, на всё, на эмбрионы. Да, есть опосредованные данные, но никто не нашёл самого вируса в этих тканях. Можем ли мы сейчас говорить, что опасно планировать беременность в этот период? Вы знаете, очень хороший вопрос. Почему? Потому что на высоте коронавирусной инфекции, если человек не болел, и жена его не болела, и в общем в семье нет болезни, никто же не застрахован от того, что мы не заболеем. Поэтому здесь есть целая специальная глава в наших новых клинических рекомендациях планирования беременности. Прежде всего, надо железно иметь все те же железные правила. Они просто неоспоримы. Какие рекомендации вы даёте женщинам в разные триместры беременности во время пандемии коронавирусной инфекции? Кому вы рекомендуете, возможно, отказаться от беременности? Во время беременности. Да, беременность делится на три части. Это первый триместр, второй триместр и третий триместр. Всё зависит от тяжести этой коронавирусной инфекции. Наличие теста на коронавирусную инфекцию, ПЦР-теста, это ещё не показание для того, чтобы беременная всё бросила и прерывала беременность. Самое первое, что она должна сделать, если это лёгкая степень, это изоляция, это наблюдение в поликлинике. Но если коронавирусная инфекция протекала средней тяжести или тяжело, надо всё-таки женщину предупредить о том, что есть какой-то риск воздействия на плод. Может быть, не самой инфекции, но тех препаратов, которые были ей назначены в связи с тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции. В целом, пациенты, у которых, женщины, у которых наступает беременность, и беременность не является очень высоким риском для них. Риск при коронавирусной инфекции во время беременности определяется возрастом беременной. То есть группой риска являются беременные старше 35 лет, у которых имеются разные сопутствующие заболевания – сердце, лёгких, печени, иммунитеты, онкологические какие-то моменты. Это действительно воспалительные заболевания. Или беременности прошлые, которые были с осложнениями, с кровотечениями, с преэклиамсией или с нарушением гемостаза. Вот это действительно риск. Поэтому они должны быть под жёстким контролем наших врачей. А расскажите, пожалуйста, о статистике передачи инфекции от мамы к плоду, о вертикальной передаче. Вертикальной передаче инфекции прямо от мамы к плоду, если соблюдены и все нормальные условия, нет. Не зарегистрирован вирус ни в амниотической жидкости, ни в плаценте и даже ни в молоке матери. Понимаете, это означает, что плацентарная ткань и плод, он более в околоплодных водах не зарегистрирован. Они, в принципе, стерильны. Но во время родоразрешения… Кстати, кесаревое сечение не является показанием для родоразрешения у женщин с коронавирусной инфекцией. Наоборот, оно им показано только тогда, когда есть либо осложнение со стороны течения коронавирусной инфекции, очень тяжёлая коронавирусная инфекция, и надо срочно спасать маму по каким-то моментам, связанным со стороны анестезиолога, реаниматолога, общесоматического состояния. Экстракорпоральное плодотворение сейчас не проводят в период пандемии? Если пациентка с бесплодием, она готовится либо к операции по поводу бесплодия, ведь лапароскопия – тоже метод лечения бесплодия, восстановить проходимость труб, определить диагноз какой. Это очень важно, особенно при эндометриозе, при спаечном процессе, гистроскопии. Эти операции могут быть отложены. Если пациентка готовится к ЭКО, и уже она в цикле стимуляции, а у неё нет никакого положительного теста на ПЦР и так далее, то цикл завершается, чтобы не было у неё гиперстимуляции и каких-то осложнений. Но если это пик пандемии, желательно сделать оплодотворение и дальше креоконсервировать эмбрион и пересадить, и перенести его тогда, когда будет более благоприятная ситуация и для эмбриона, и для матери, а может быть даже с помощью предимплантационной генетической диагностики. Это очень важно. Для женщин, перенесших уже коронавирусную инфекцию, мы их тоже не можем игнорировать. Для молодых мы должны уточнить, это редко бывает у подростков или у совсем юных коронавирусная инфекция, но тем не менее, уточнить, как у них восстанавливается менструальный цикл, развитие половых органов и так далее, чтобы ничего не упускать. Мы не знаем реальности полного воздействия коронавирусной инфекции. Для женщин репродуктивного возраста, у них тоже должна быть программа о контрацепции, программа планирования беременности, не пропустить нарушения менструального цикла, не пропустить доброкачественных каких-то процессов. Даете ли вы какие-то особенные рекомендации женщинам о способах контрацепции во время коронавирусной инфекции? Вы знаете, Всемирная организация здравоохранения считает, что в целом сегодняшняя контрацепция настолько минимально инвазивна и минимально опасна, что можно продолжить. Но обязательно женщина должна обратиться к своему гинекологу и сказать, что вот она перенесла коронавирусную инфекцию, она получает тот или другой препарат контрацептивный. Все контрацептивные препараты, они содержат гормоны. Они не прямо влияют на гемостаз, не прямо являются риском тромбообразования. Но может получиться, что если у нее была тяжелая коронавирусная инфекция, и здесь будет как бы кумулятивный эффект и последствий коронавирусной инфекции, и эффект самих контрацептивов. В целом, если правильно подобраны контрацептивы, то проблем нет. То же самое касается и заместительной гормонотерапии или менопаузальной, как теперь правильно говорят, менопаузальной гормонотерапии. Да, вот я хотел как раз задать этот вопрос. Что вы рекомендуете относительно заместительной гормональной терапии? Продолжать, прекращать? Ну вот видите, очень правильно, потому что болеют все возрасты, коронавирусные покорные все возрасты. Для женщин более возрастных после 40-45 лет, конечно, коронавирусная инфекция более сложна в целом в плане воздействия на организм. Кстати, коронавирусная инфекция и пандемия показала ценность семьи, ценность соблюдения каких-то правил, образа жизни. И именно сейчас мы видим, что 50% зависит от нашего здоровья, и даже в этой ситуации от образа жизни, и как мы внимаем тому, что говорят. Лейла Владимировна, дайте, пожалуйста, общие рекомендации нашим женщинам о том, как в период коронавирусной инфекции поддержать свое здоровье полностью. Может быть, это прием микроэлементов, здоровое питание, спорт, отказ от стресса, в конце концов. Вы знаете, в любое время, и в войну, и в мир надо оберечь свой стержень. А мы состоим из воды. Надо много пить воды. Жидкости она необходима. Надо соблюдать правильный режим питания. Это питание имеет значение растительная пища, много витаминов, белков, свежий воздух, зарядка. И среди витаминов, наиболее важные вообще-то в нашей жизни, и это придерживаются абсолютно все, это витамин С, это витамин К, это витамин Д. Витамин Д, вот как мы говорим, прегравидарная даже подготовка беременности. Фолия и кислота, витамин Д – это основа правильного обережения от стрессов. Это основа непосредственно как бы роста ткани. Это основа профилактики переломов. Это в основе этих витаминов очень много. Это не все. Это не волшебные таблетки. Но те таблетки, которые как соломинка нас оберегают для того, чтобы мы менее злостно болели, менее тяжело болели и могли хорошо защищаться от любой инфекции. Вой, Владимир, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо большое. Я желаю тоже всем здоровья. А прямо сейчас доктор Утина и его рубрика «Фармбезопасность». Рыбий жир всего полезней. Хоть противный, надо пить. Он спасает от болезней. Без болезни лучше жить. В эфире «Фармбезопасность» и сегодня мы поговорим про витамин Д. Мы часто говорим, что люди, которые питаются разнообразно, получают все необходимые витамины из пищи. Но есть одно исключение – это витамин Д. Этот витамин синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, может присутствовать в некоторых продуктах питания или добавляться в них. Есть мнение, что витамин Д и не витамин-то вовсе, что это гормон, причём стероидный, имеющий прямо вот рецепторы в разных клетках и тканях человеческого организма. Ведь витамины по определению – это вещества, которые не синтезируются у нас в организме. Большинство людей, живущих в регионах выше и ниже экватора, испытывают недостаток витамина Д. Да и если на экваторе ходить целыми днями в длинной одежде, то можно обнаружить недостаток этого витамина. Витамин Д – это не один витамин, а группа витаминов, важнейшими из которых являются витамин Д2 и Д3. Врачи рекомендуют в большей степени получать витамин Д из пищевых продуктов и в виде добавок. А вот рекомендации загорать врачи обычно не дают. Опасаются развития меланомы или фотостарения кожи. Чем мы больше загораем, тем больше вырабатывается пигмента меланина, и тем меньше ультрафиолетовых лучей проходит в глубокие слои кожи, где и происходит синтез витамина Д3. Люди с тёмным цветом кожи, живущие в регионах с недостатком солнца, по тем же причинам имеют более выраженный дефицит витамина Д3 в крови. Основной биологической ролью кальцитриола, так называется активная форма витамина Д, витамин Д3 является поддержание постоянного уровня кальция в крови. Витамин Д усиливает всасывание кальция в кишечнике, а если в крови недостаточно, то обеспечивает поступление кальция из костной ткани. Со временем рецепторы к кальцитриолу помимо кишечника и костей были обнаружены в почках, половых органах, поджелудочной железе, мышцах, клетках иммунной и нервных системах. Дефицит витамина Д у детей приводит к рахиту, искривлению ног из-за размягчения костной ткани. Низкий уровень витамина Д у детей может быть связан с риском развития аллергических заболеваний. Дефицит связан с повышенным риском преждевременных родов у беременных, однако его избыток связан с риском для здоровья плода. Приём любых препаратов беременным должен происходить по назначению и под контролем врача. Несмотря на то, что во многих исследованиях обнаружена связь между низким уровнем витамина Д и различными заболеваниями не доказано, что сам дефицит витамина Д вызывает вот эти самые заболевания. Скорее всего, это заболевание приводит к тому, что человек меньше двигается, меньше бывает на улице, и в связи с этим у него снижается уровень витамина. Воспалительные процессы, избыточный вес также могут привести к дефициту этого витамина. В метаанализе от 2019 года продемонстрировано, что некоторое увеличение инсультов связано с добавками витамина Д и кальция. Избыток витамина Д ассоциируется с образованием камней в почках и кальцификацией артерии. Итак, что же нам делать, чтобы получить свою дозу витамина Д? Правильно, разнообразно питаться. Прекрасным источником витамина Д является жирная рыба. Также лосось, скумбрия, тунец. Я люблю печень трески, яичные желтки, сыр, говяжья печень, грибы. Не забывайте добавлять в свой рацион обогащённые витамином Д, сухие завтраки, соки, молочные продукты. А если вы принимаете лекарственные препараты, содержащие витамин Д, то проконтролируйте его уровень в крови. Это был доктор Утин и рубрика «Фармбезопасность». Остерегайтесь дешёвых поделок. Вы смотрите «Теледоктор», программу, в которой мы, Евгений Кесарев и Елена Войцеховская, делимся с вами последней информацией о здоровье и медицине. У каждого из нас есть пожилые родственники, и мы, конечно же, беспокоимся за их здоровье. Проверяем, выполняют ли они рекомендации врача. А я напомню, что пожилой возраст – это люди в возрасте старше 60 лет. Именно в этот период жизни наши мамы и бабушки в большей степени подвержены риску перелома. О том, что делать, если ваша бабушка упала, как и кто сможет поставить её на ноги, поговорим с нашим следующим гостем. Леонид Фарба. Травматолог-ортопед высшей категории городской клинической больницы номер 13. Заместитель председателя АО «Травма Россия» по развитию сообщества. Лауреат звания «Московский врач». Здравствуйте, доктор. Рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Евгений. Давайте поговорим о такой проблеме – падение с высоты собственного роста. Казалось бы, да, вот казалось бы, что такого? Человек упал с никакой высоты. Но, тем не менее, я знаю, что это проблема. Это огромная проблема. Это бич пожилого возраста, падение с высоты собственного роста или низкоэнергетические травмы. Это то, с чем сталкиваются пожилые люди каждый день. И именно падение с высоты роста приводит к таким грозным осложнениям, как переломы в области максимального отдела бедра. Это переломы шейки бедра или чрезвертельные переломы. И вообще, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что помимо эпидемии или пандемии ковида, у нас ещё есть немая эпидемия – эпидемия остеопороза. Я знаю, что врачи винят в этом не твёрдый пол, а хрупкие кости. В чём причина, доктор? Почему с возрастом самая прочная ткань нашего организма становится такой хрупкой, а человек практически стеклянным? Вот когда человек, убирая снег, получает инфаркт миокарда, он понимает, что виноват не снег, а виновата больное сердце. А когда пожилой человек падает со стула или с высоты собственного роста, как мы уже говорили, то здесь почему-то все винят твёрдый пол. На самом деле проблема в костях. Вот если посмотреть, мы видим нормальную кость. Она похожа на… Это губчатая кость, она похожа на пемзу. Видите, какие мощные балки, как это всё здорово выглядит. И вот остеопоретичная кость – это та ситуация, когда процессы резорбции преобладают над процессами кости образования. На самом деле, я открою для вас, может быть, тайну, раз в 10 лет у нас новый скелет. То есть кость постоянно растёт, она постоянно меняется, обновляется. Но с возрастом, особенно у женщин, случается так, что из-за нарушения гормонального обмена происходит резкое снижение минеральной плотности кости, что приводит к костью порозу, накоплению микропереломов и вот этим тем самым низкоэнергетическим переломам. Давайте расскажем, как предотвратить вот этот переход мощных балок вот в эти тонкие и хрупкие балки. Что врачи рекомендуют? Ну, считается, что есть такие, так называемые, пять шагов к здоровью костей. И здесь как раз первое – это то, что нужно подумать о том, получаете ли вы витамин D и кальций. Хочу сказать, что нам всем не хватает солнца. И даже самые южные районы нашей страны, они недополучают солнце. Солнышко просто падает более под пологим углом. Также необходимо, если у вас был, например, перелом низкоэнергетический, какой бы то ни был, а первый, как правило, маркерный перелом – это перелом лучевой кости в типичном месте, так называемый. То есть человек падая, опираясь на руку, и это просто красный сигнал светофора, нужно двигаться к специалисту по остеопорозу. Необходимо немножечко активнее вести образ жизни. То есть какие-то упражнения, доступные вам в пожилом возрасте. Стоя у стула, сесть, встать – это достаточно, чтобы натренировать свой баланс. И когда вы будете падать, вы уже как-то более-менее сконцентрируетесь, сгруппируетесь. Лечение остеопороза при необходимости. Вот тут опять к специалисту. Мы опять возвращаемся к тем людям, которые помогут вам вылечить вашу болезнь. И отказ от вредных привычек. Самое интересное, что, как ни странно, в развитии остеопороза имеет важное значение курение и чрезмерное употребление алкоголя. В период коронавирусной инфекции, как мы уже сказали, люди старше 65-ти находятся в домашней изоляции. Но ведь и дома можно получить перелом. Давайте поговорим о том, как можно спрофилактировать вот это падение собственного роста в домашних условиях. Лучшее лечение – это профилактика. Это понятно. И на самом деле, наверное, процентов 70, если не больше моих пациентов пожилых, это те, кто упал дома. Есть несколько таких простых очень рекомендаций, которые скорее будут адресованы к молодым родственникам пожилых людей. Ну, посмотрите. Давайте организуем нашему пожилому родственнику хорошее освещение. Но это не значит, что должен гореть прожектор всё время. Это понятно. Но маленький прикроватный свет ночью лучше оставить. Человек встанет в туалет, и он увидит немножечко лучше. Дальше. Давайте уберём беспорядок на полу. Ведь вот эти все провода, которые протянуты, какие-то ковры, которые где-то там завернулись, это всё приводит к падению. И это на самом деле список не просто так. Это всё из истории болезни моих пациентов. Обустройте поручни и опоры. Но это такая уже больше серьёзная рекомендация. Не просто так. Возьмите, обустройте поручни и опоры. Но если в вашей семье уже у пожилого человека произошёл серьёзный перелом, и вы его забрали из больницы и дальше, вы уже понимаете, что жизнь будет немножко другой. Вы должны сделать так, чтобы он больше не упал. Поднимите кровать чуть-чуть повыше. Поменяйте кресло, чтобы оно не было продавленным и низким. Сделайте жизнь вашего пожилого родственника комфортной и удобной. Вот предположим, что спрофилактировать не удалось. У меня была ситуация личная. У меня тоже бабушка однажды позвонила и сказала, «Я упала». И там действительно оказался потом перелом шейки бедра. Что делать в этой ситуации родственнику, если вот он далеко или если он оказался рядом? Ну, во-первых, успокоить бабушку. То есть по телефону вы должны успокоить пожилого человека. Слава богу, что у них был всегда телефон. Кстати, пусть у пожилых родственников, которые живут, не с вами будет телефон в доступности. Может быть, даже на каком-то шнурке есть такие специальные телефоны для пожилых людей. Знаете, с такими огромными кнопками, красной кнопкой SOS. Это такая хорошая история. Мне нравится. Пусть будет телефон рядом. Вам позвонила бабушка. Я упала, не могу встать. Надо ехать к бабушке домой. И, приехав к ней моментально, вызвать скорую помощь, приедут коллеги. Они оценят ситуацию. Они увидят, что лежит пожилой человек на полу. У него определенным образом повернута нога. Так, укорочена нога, повернута кнаружи стопа. И он не может поднять эту ногу. А боль испытывает человек? Да, да. Это больно. Человеку пожилому больно. И он страдает от боли. Приехала скорая, обезболила и повезла в больницу. Давайте очень важный момент уточним. Трогаем пациента? Ну, это не открытый перелом. Это не какая-то такая страшная ситуация, где мы боимся смещения отломков. Нет. Вы можете попытаться поднять человека и положить на кровать. свою бабушку или дедушку. Если это вызывает нестерпимую боль, аккуратно оставьте ее на полу, положите подушку под голову, как-то аккуратненько положите пациента и вызывайте скорую. Скорая приедет, обезболит и заберет в больницу. И в больнице травматологи и коллеги оценят ситуацию уже, увидят рентгеновские снимки и поймут, что делать с этим человеком дальше. Вот на этом рентгеновском снимке мы видим шейку бедра. Сразу хочу уточнить, почему в случае с пожилыми родственниками чаще всего ломается именно шейка бедра? Ну, это самый тяжелый перелом, страшный. Вот мы видим здесь модель как раз кости. Это максимальный отдел бедренной кости. Здесь шейка бедра занимает всего-навсего небольшой промежуток, два сантиметра. Головка бедра, шейка и вертельная большая зона. И вот где сломался эта кость, от этого зависит наша, так сказать, хирургическая активность. Что с этим переломом делать? Вот с таким переломом нужно менять сустав. Очень тяжелые последствия именно вот этого перелома. По статистике треть таких пациентов после таких переломов в принципе не активизируется никогда. Огромный, большой процент летальности. Без операции практически 80% пациентов не переживают первый год после такого перелома. После операции тоже умирают. Мы понимаем, с каким контингентом пациентов мы имеем дело. Но после операции смертность в течение года не больше 10%. То есть мы понимаем, или 8 человек из 10 умрут без операции, или 1 после операции. То есть очень важно быстро привести такого больного в стационар, быстро обследовать его те самые золотые сутки. Что мы имеем с пожилым больным? 24 часа. Максимум 48 часов во всех западных гайдлайнах. И потихонечку, и в наших уже тоже руководствах травматологических появляется эта цифра. 48 часов. Это то время, когда вокруг пациента должна сформироваться. Ну, не то, что она должна сформироваться. Никто же не будет там. Сформирована команда. Это не надо. Когда все специалисты в больнице понимают, что поступил пожилой больной с переломом, и надо максимально быстро его обследовать, оптимизировать к операции и прооперировать. В московских клиниках сейчас это является практически стандартом оказания помощи пожилому человеку. Мы должны быстро обследовать и прооперировать такого больного. Давайте поясним. Всем, вот вы сказали, 80% требует операции. В каких ситуациях она не требуется? И почему? Почему без нее? Не срастается, да? Априори все пациенты с переломами проксимального отдела бедра, это шейка и вертельная область, должны быть оперированы. Это просто аксиома. Должны быть оперированы. Но мы понимаем, с какими пациентами мы имеем дело. И, конечно, оперативная активность в клиниках, которая приближается к 90, это идеальная ситуация. К сожалению, Россия большая, Москва тут получше, на периферии похуже, и в среднем, наверное, половину только оперируется. Очень многие не доезжают даже до больницы. Вот в чем проблема. А те, кто приехали, не все оперируются. Почему? Анестезиологам как-то страшно брать такого больного в наркоз. Проще отказаться от операции, выписать и забыть, и не узнать, что произошло с этим пациентом. А произошло? А произошло то, что гиподинамия, человек не двигается и умирает от осложнений, связанных с гиподинамией. Это пролежние. Пролежние, вы правы, пролежние. Это тромбозы, это тромбоэмболии, пневмонии. И вы понимаете, есть даже такое устойчивое выражение, один лежачий больной вокруг 4 ходячих родственника. Вы понимаете, какая нагрузка на семью ложится? И все-таки есть ситуации, когда происходит, я имею в виду, без оперативного вмешательства, полное восстановление? Да. Бывает и такое. Редко, но бывает. Шейки бедра не срастаются у пожилого. Если активно реабилитировать такого пациента, даже без операции, пытаться поднять его, ну, это тяжелее. Это надо через боль, это нужно очень много прикладывать усилий. Но если его поднять, не дать ему залежаться, окей, произойдет асептический некроз головки бедра, то есть она растворится, как сахар в чае. Бедро упрется в тазобедренный сустав своим большим вертелом, сформируется новый неоартроз ложный, и человек будет ходить. Но как он будет ходить? Это отдельная история. Это укороченная нога, это ротированная стопа, это сложно. Мы стараемся оперировать наших больных. И это уже доказано, что так надо делать. Но как вы и сказали, доктор, что операция – это только начало того сложного пути, который придется пройти больному и его родственникам. Вот на самом деле сложность заключается в чем? Очень тяжелые пациенты в плане активизации, реабилитации. Здесь очень важна правильная реабилитация. Здесь нужны правильные понимающие реабилитологи, которые вместе с травматологами понимают, что врач-травматолог после операции хочет от этого больного. Здесь нужно и с психологической точки зрения с пожилым больным пообщаться. Вы абсолютно правы. Апатия, гиподинамия, я устал, мне больше не хочется жить. Вот это все то, что мы каждый день слышим от наших больных. И нужно очень активно поднимать таких людей. Когда была возможность родственников приглашать в больнице, и я уверен, что скоро или не скоро, но так опять случится, будем держать кулачки за это, то родственников в присутствии, реабилитологов в присутствии, врачи-травматологи, они же не только оперируют больных, да, это же не просто механическая работа, мы же работаем с нашими пациентами и поднимаем их в прямом смысле на ноги. На какие сутки поднимаете на ноги? Сразу. Как только пациент после операции оказался в стационаре в отделении на этаже, ну это у нас так условно на этаже, потому что наша реанимация находится на пятом, и там же оперблок. Вот когда обратно вернулся пациент к нам, как правило, на вторые сутки после операции, или даже на первые сутки после операции. Операция, следующий день он на этаже. Всё, мы садимся. Мы садимся, мы садимся, мы разговариваем о внуках, мы общаемся, и вот нужно быстро пациента поднять, пока бабушка не поняла, что она сломала бедро. Большое спасибо. Но о том, как подготовить квартиру к приезду бабушки из больницы, мы поговорим с нашим следующим гостем, врачом-реабилитологом. Алла Аболенская, врач ЛФК, реабилитолог, физиотерапевт. Алла Евгеньевна, добрый день, рада вас видеть. Здравствуйте. Алла Евгеньевна, скажите, пожалуйста, где и на какие сутки начинается реабилитация пациента после эндопротезирования тазобедренного сустава? Реабилитация пациента с таким довольно-таки тяжёлым заболеванием начинается сразу в больнице. В первые сутки после операции к пациенту приходит врач ЛФК с инструктором-методистом, расписывается индивидуальный план реабилитации и сразу приступается к занятиям. Задача инструктора – активизировать пациента, вертикализировать, обучить, как правильно передвигаться в рамках палаты с костылями и с ходунками и правильно вести себя в кровати. Есть определённые особенности. Ну что же, мы сегодня хотим немного рассказать нашим зрителям о том, как правильно обустроить пространство больного человека, человек, который уже выздоравливает, скажем так, после эндопротезирования тазобедренного сустава. Жень, ты будешь нашей бабушкой сегодня? Я буду пожилой бабушкой. Пожилой бабушкой. Алла Евгеньевна, давайте начнём, наверное, со стула, да, как правильно сидеть, какие приспособления нам нужны. Что самое основное нужно знать для таких пациентов? Очень сложно, давайте я попробую. Это правило, да. Пожалуйста, Жень, покажи. Давайте вы на мне прям продемонстрируете. Для того, чтобы правильно сесть, нам нужно увеличить высоту стула. То есть мы приобретаем насадку на стул. Это вот это? Да. Либо берём несколько сложенных полотенцев, чтобы увеличить высоту стула, на котором сидит пациент. Так, и вот я сажусь. Коленочки чуть-чуть ниже ещё, чуть дальше. Ага. Ну вот, предположим, у меня травмированы правые ноги. Примерно да, да, чтобы угол у нас был тупой. Ну, то есть либо вот так, либо вообще прямая нога. Да, да, так допустимо. Это основное правило, чтобы не было вывихот из обедренного сустава. У пожилых часто ведь очень мягкие кровати, в них можно сесть и провалиться прям. Это второе правило, что помимо мягких кроватей, они ещё и мягкие. Поэтому обязательно для таких пациентов нужно приподнять кровать. Это первое. Второе, желательно бы приобрести более жёсткий матрас. То есть кровать должна быть тоже более высокой, чем она была до этого, чтобы пациент смог грамотно и правильно сесть. Иначе, когда будет пациент садиться, он опять-таки может привести к травме оперированный сустав. В том случае, если у нас нет возможности приобрести вот такую специальную накладку на стул, мы можем использовать там, я не знаю, например, банные полотенца? Можем использовать несколько банных полотенец, либо свернуть жёсткое одеяло. Главная задача, чтобы опять-таки был стул выше. Пациент сидит, комфортно всё, ты зафиксировался, понял. Да, мне комфортно. Нашей бабушке комфортно. А, я должен говорить как бабушка, мне комфортно. Теперь мы будем бабушку нашу укладывать спать. И есть особенности в том, как мы должны обустроить бабушкину кровать. Пожалуйста. Когда мы обустраиваем кровать, это пациенту говорят ещё в стационаре. Здесь очень важно правильно сесть, чтобы опять-таки нога была, да, более прямая. Что основное для таких пациентов? Ни в коем случае нельзя сводить вместе ноги и перекрещивать их. Для этого мы используем специальную ортопедическую подушку. Это вот она какая-то? Да, которую пациент кладёт между бёдер, сохраняя правильное положение тазобедренного сустава. Вот, как бабушка. Как бабушка, всё правильно. Пошёл в образ. Очень аккуратно. У меня ещё и спина болит у бабушки. Значит, специальную подушку мы должны зафиксировать между бёдер. Специальную подушку. Давай, бабушка, я тебе помогу. Давай, внученька. Когда пациент спит или лежит, отдыхает, подушка находится между бёдер. Вот так. Совершенно верно. Это нужно для того, чтобы сустав находился в правильном положении. То есть основное правило – не сводим вместе ноги, не поворачиваем ногу вовнутрь, не должно быть ротации. В принципе, вместо этой подушки может быть также полотенце. Свернутая банная полотенца. Лучше подушка, потому что полотенце во сне развернётся и нарушится расстояние, которое нам необходимо. А наша бабушка спит с этой подушкой? Спит. То есть всё положение лёжа, она обязательно находится именно в таком состоянии. Даже на боку? На боку особенно, потому что если пациент ложится на бок, автоматом нога приводится к другой ноге. Поэтому поворачивается бабушка первый месяц исключительно на здоровый бок вместе с этой подушкой. Оперированная нога находится у пациентки сверху. Бабушка, у тебя правая нога оперированная. Да, я помню, внученька. С головой пока ещё в порядке. Хорошо. Пока наша бабушка переворачивается, мне хотелось бы сакцентировать наше внимание на том, что не только спальное место и кресло должно быть оборудовано. Также мы обращаем внимание на ванную комнату и туалет. Совершенно верно. Самое основное – это также ванная и туалет. Что нам необходимо? Для бабушки в ванной нужна ручка, за которую она сможет держаться. В идеале, конечно, это душевая кабина. Душевая кабина, потому что всё-таки пожилому человеку сложно в ванной... Я бы сказала, без посторонней помощи первое время невозможно. Вот. Поэтому либо родственники помогают и находятся вместе с ней, либо это душевая кабина. И обязательно для туалета. Есть у нас такая накладка. Да, приобретается отдельная накладка, чтобы увеличить высоту унитаза, и пациент себя не травмировал. Оборудовано поручнями, пациенту удобно приподняться потом и комфортно встать. Она как-то крепится, да, на унитаз? Она фиксируется внизу. Она фиксируется. Алла Евгеньевна, что поможет нашему пациенту быстрее реабилитироваться, быстрее прийти в себя? Быстрее прийти в себя поможет грамотно подобранное упражнение. Присаживайтесь. Так, и, наверное, специальный реквизит, который у нас есть. После операции у пациента атрофия мышцы, может сформироваться контрактура, поэтому пациенту необходимо несколько раз в день, пусть по 15 минут, чтобы бабушка не устала, но обязательно делать упражнения для укрепления мышц бедра, голени, тазобедренного сустава, ягодичной области. Все эти упражнения рассказывает и обучает инструктор ЛФК в больнице бабушка обучена. Примерно, какие упражнения можно делать? Упражнения с изометрическим укреплением четырёглавой мышцы, начиная от просто укрепления, как бы с напряжением мышцы. Просто напрягать мышцу? Просто напрягать мышцу. Так. И можно добавить упражнения с резинками, например. Давайте попробую, что нужно сделать. Можно одеть на носочек стопы с прямой ногой, делать упражнения с нагрузкой. Значит, нога прооперированная должна быть прямая у нас во время того, как мы делаем это упражнение. В каждом упражнении определённое положение ноги. Если мы работаем в данном упражнении, мы выпрямляем ножку и даём небольшую нагрузку с резиновым амортизатором. Где я должен ощутить нагрузку? Вот в квадрицепсе? В основном там, а также включаются и другие группы мышц. Если бабушка может, подъёмы ноги прямой, чуть-чуть оторвав её от пола. Это как… Уже без резиночки, как я понимаю. Можно с резиночкой, если тяжело, если легко, она поднимает отдельно. Резиночка нам будет в помощь и для укрепления отводящих мышц. Мы можем её зафиксировать на боковой поверхности бёдер. Это что-то типа… Да. В этом ситуации берётся круговая резинка. Разводим ноги, не сводя их до конца. То есть положение руками, придерживая мячик в этой ситуации. И ноги, это мы помним правила ещё с того момента, как мы обучались лежать, никогда не сводятся вместе. Вот скажите, Алла Евгеньевна, кто и как контролирует правильность выполнения, ну и вообще вот эту всю реабилитацию после операционную больную. Контролирует лечащий доктор, который выписал эти упражнения пациенту на этапе стационара. И дальше передаётся информация лечащему врачу в поликлинику, курируется врачом. Но в идеале, конечно, приходит реабилитолог, инструктор ЛФК, и это контролирует. Либо контролируют родственники, обученные перед этим инструктором ЛФК в больнице. Что вы рекомендуете родственникам пациентов, которые приходят и видят, что вот бабушка не занимается, бабушка ленится, она не хочет вставать с кровати. Как вы мотивируете их, родственников? Родственников мотивирую вспомнить, что они любят бабушку и чаще с ней находиться. Бабушке важно и движение, и помощь родственников. Может быть, иногда нужно, что бабушке хочется, чтобы за ней поухаживали, помогли сделать пассивное движение, потому что эмоциональный фон бабушки после операции очень сильно страдает. И часто бабушка думает, что всё, как бы жизнь закончилась на этом. А на самом деле можно её реабилитировать, ещё как бы она не побегает, но походит так точно. Поэтому родственникам в первый этап реабилитации хорошо бы жить вместе с бабушкой, чтобы помогать ей 2-3 раза в день делать эти упражнения. Алла Евгеньевна, а вот такой вопрос. Можно всё-таки ещё и дедушки бывают, давайте о них тоже не забывать. А если нет возможности приобрести вот все эти приспособления, это можно как-то в аренду взять? Упражнения ЛФК можно делать и собственными силами. Вместо резинки мы можем на бок ноги или сверху поставить собственную руку и дать напряжение с упором в руку. Это первое. Второе. В аренду можно взять аппарат для пассивной разработки сустава, что тоже очень хорошо. И он будет также помогать пациенту 3-4 раза в день сгибать-разгибать сустав. Но здесь нужна помощь родственников в том числе, потому что самостоятельно пациенту лечь на этот аппарат очень сложно, практически невозможно. Алла Евгеньевна, спасибо вам большое. Я уверен, это была очень полезная и ценная информация для наших зрителей. Я очень надеюсь, что пациенты ей воспользуются, вовремя обратятся к врачу-реабилитологу и восстановятся в кратчайшие сроки. Спасибо. Спасибо большое. На сегодня это вся информация, о которой мы успели вам рассказать. Вы смотрели программу «Теледоктор», программу, в которой мы разбираемся в сложных вопросах, связанных с нашим здоровьем. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и не занимайтесь самолечением. До свидания. Пока, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова